Сухая погода может принести еще одну беду. Возгорание 17 лесных и 26 ландшафтных пожаров уже зафиксированы в области за последние две недели. К сожалению, есть погибшие. Большая часть возгораний произошла в Тюменском и Заводоуковском лесничествах. Причина – человеческий фактор. Напомним, с апреля в области ввезен режим повышенной опасности. Сейчас, например, садоводческие товарищества начали патрулировать добровольные пожарные. В рейд с ними сегодня ходил Алексей Козлов. Здесь первичные средства пожаротушения. Как пользоваться? Обязательно дома, чтобы была бочка с водой. Они непрофессиональные пожарные. Добровольцы, которые решили защищать свои дома. В ход зерейда вручают памятки, инструктируют – не разводите костры на участках. Владимир Соколов уже два года добровольный пожарный. Дежурят по 8 часов. Этот ранец использовал на вызовах много раз. В основном – некрупные возгорания. Дети играют в основном по летам с тополиным пухом частенько. Это же красиво. Поджечь. Горит же все это. И потом приходится листа, сухую траву. Все равно это все разгорается, дети убегают. И приходится реагировать на это. Ну и рыбаки у нас по весне могут покурить, нечаянно окурок бросить. И загорели камыши. В прошлом году у нас он горел. Стадион. В этом товариществе начинается сезон. И число жителей увеличивается в несколько раз. Мы находимся на смотровой башне садоводческого товарищества «Ясные поляны». В сторожке, которая находится внизу, круглосуточно дежурят два человека. Их задача – смотреть за населенным пунктом. И в случае обнаружения дыма, оповестить людей с помощью сирены. Вижу дым! Направляемся в сторону дыма. Он идет из глубины улиц. Вот этот участок. Хозяин говорит – сжигает мусор. Бочка есть? Так вон она в бочке. Зачем мы пройдем? Ну пройдите. Пожарные говорят – это образцово-показательное сжигание. Все сделано правильно. Железная емкость стоит на песке далеко от всего, что может загореться. А жительница этого дома, Мария Степанова, к пожарной безопасности относится очень серьезно. Несколько лет назад у соседей горел вот этот дом. Конечно, было очень страшно. Но я ничего не знаю про это. Потому что мы только вот живем как бы с мая по сентябрь. У нас есть и насос. И есть вот вон там стоит вот такая бочка большая. Несколько бочек с водой. Штраф за сжигание мусора в обычном костре на участке от 2 до 4 тысяч рублей. В ходе сегодняшнего рейда нарушений выявлено не было. Алексей Козлов и Павел Михайловский. Тюменское время.